Елисей в Ветхом и Иисус в Новом Завете пытались научить нас, что каждое чудо должно активироваться движением. У Бога есть для нас чудеса, но Он говорит нам, «Протяни руку, зайди поглубже в воду, сделай шаг по направлению к твоей мечте». Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда Он умер, я потерял не только Отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришёл, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться Ним с вами. Вы здесь не случайно, Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живёт Иисус. Скажите, в этом году я сделаю это. Я покажу вам место Писания, которое Бог открыл мне, чтобы показать, что это мой выбор. Буду я жить жизнью, которую Он меня призвал или нет. Бог не сделал этот выбор за нас. Только вы сами можете выбрать невероятные лучшие дни. Бог не выберет радость за вас. Он дал вам дар радости. Но от вас зависит, будете вы каждый день открывать этот подарок или нет. Он дал нам дар хождения в свободе, от наших зависимостей. Но выбор будет за нами, в этой свободе. Давайте откроем 2 Петра, глава 1, стих 3. Поблагодарим Господа за Его Слово. Если у вас нет с собой Библии, не переживайте. Мы выведем это место на экран. Петра, глава 1, стих 3. От божественной силы. Вот настоящий источник силы. От божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия. У вас есть всё необходимое, чтобы сдвинуть с дороги все камни. Всё, что стоит на вашем пути в этом году. У вас есть всё необходимое, чтобы избавиться от токсичного мышления, токсичной веры и ядовитой лжи. Силой Божьей вы имеете всё, что вам нужно. Мы не ждём, пока Бог изольёт Дух Святой. Он уже это сделал. Потому что мы сидим, сложа руки и говорим, «О, Бог, если бы ты решил все мои проблемы...» Бог говорит, «Я дал тебе разум, дал тебе руки и злил Дух Мой ещё 2000 лет назад. Он никуда не ушёл. Иисус уже умер на кресте за твои грехи. Он умер на кресте за твоё избавление. Ты должен это принять и начать в это верить, чтобы действовать». Возможно, ты говоришь, «Пол, получается, ты всё взвалил на меня». Нет, я говорю, Бог дал вам всё необходимое. Есть сила, есть свобода, но выбор за вами. Вам не было предопределено делать в жизни неправильные решения. Мы делаем наш выбор каждый день. Во Второзаконии, 3 глава, стих 19 говорится, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты». То, что вы выбираете, определяет вашу жизнь. Если вы хотите иметь лучший год в жизни, если хотите убрать камни с пути, получить награду от Бога за самоконтроль в этом году, выбор абсолютно за вами. Вы скажете, «Пол, у меня есть вера, и этого достаточно». Однако Иаков говорит в главе 2, стих 17, что вера без дел мертва. Ты говоришь, что имеешь веру. Бесы тоже веруют и трепещут. Пусть твоя вера сопровождается действиями. Перестань просить Бога сделать всё за тебя. Приведи в действие веру, которая внутри тебя. Если вы хотите жить в победе в этом году, то в какой сфере ваша вера должна сопровождаться действиями? Моя проповедь называется «Волшебные палочки». Не существует. Нет волшебной таблетки. Не бывает волшебной палочки и волшебной пыли. Нет такого, чтобы вы взмахнули рукой, и все проблемы ушли сами собой. Вы можете выбрать жить в победе в этом году. За вас этот выбор не сделает никто. Этот выбор не может сделать за вас ваш муж, ваша жена, ваши родители. Это только ваш выбор. Четвёртое царство. Глава 5 стих 1 рассказывает о Ниемане. Ниеман был богатым человеком. Он был военачальником сирийского царя. Он был уважаемым и великим человеком у господина своего. Он имел богатство и власть. Но в конце стиха сказано, у него была проказа. Скажите «но». У каждого есть своё «но». Есть что-то в жизни, что не совсем в порядке. О чём таком вы подумали? Перестаньте. У каждого есть своё «но». Все как бы в порядке, но есть одно «но». Но в этой сфере не помешало бы что-то изменить. Но надо бы подправить кое-что в этом аспекте. Кому из вас не помешало бы улучшить хотя бы одну из сфер вашей жизни? Большинство из нас в этом зале ещё не достигли совершенства. Если вы уже достигли, мы вас любим. Мы хотим быть такими, как вы. Но в большинстве нам нужно улучшать свои сферы. Мне нужно улучшить мою речь. Мне бы изменить свои мысли к лучшему. Хотел бы я быть более способным к самой дисциплине по утрам. Хотел бы я иметь большие терпения в работе с персоналом, с членами семьи. У Ниемана была проказа. Эта болезнь начинается внутри и потом проявляется снаружи. Люди могут много лет страдать от этой болезни и даже не подозревать об этом. Со временем она проявляется снаружи. Всё, что происходит внутри вас, однажды появится снаружи. Цель в этом году — прогресс, а не полное совершенство. Как достичь прогресса в тех сферах, в которых Бог призывает вас стать лучше? У Ниемана было желание исцелиться от проказы, но он не знал, как. Кто-то сказал ему, что в Израиле есть пророк по имени Елисей. Нужно просто прийти к нему и попросить его исцелить тебя. И он это сделает. Итак, Ниеман снаряжает лошадей, берёт с собой кучу денег, тысячи сиклей серебра и золота. Он рассчитывает купить своё чудо, купить свой прорыв. Он приезжает в Израиль, в восьмом стихе он говорит с царём. Он сообщает ему, что ищет пророка, который бы его исцелил. На что царь отвечает, «Ты не к тому обратился. Тебе нужен Елисей». Пророк Елисей говорит, «Приведите его ко мне». Он приходит к Елисею, и Елисей даже не выходит из дома. Ниеман сидит в своём Кадиллаке и ждёт Елисея. У него была крутая колесница, у него были самые быстрые кони в стране. У него было много денег и лучшая одежда. Он взял с собой весь гардероб. А Елисей даже не вышел, чтобы встретить его. Елисей вёл себя как гангстер. Ему было плевать, что о нём думают. И он не хотел никого впечатлить. Он был самим собой. Он сказал своему слуге, «Пойди скажи Ниеману, чтобы он пошёл и семь раз окунулся в Иордан, если он хочет увидеть исцеление. Пойди скажи ему, чтобы он омылся». Он как бы говорил ему, «Иди помойся». Ниеман был в недоумении, «Да как ты смеешь говорить мне, влиятельному человеку, имеющему власть и авторитет, чтобы я пошёл и окунулся в грязной реке семь раз, чтобы мне увидеть свой прорыв?» Он был раздражён. Он был в гневе. Елисей в ветхом, Иисус в Новом Завете пытались научить нас, что каждое чудо должно активироваться движением. У Бога есть чудеса. Он говорит, «Протяни руку, зайди поглубже в воду, сделай шаг по направлению к мечте». Кран активируется движением. Вы можете кричать возле раковины сколько угодно. «Да что это такое?» Кран не работает. А люди, стоящие рядом, скажут, «Вы просто рукой проведите». Кран активируется движением. Это всё равно, что пойти в спортзал и кричать на штангу, «Почему ты не сделаешь меня сильнее?» А штанга в ответ. «Меня нужно поднимать. Меня нужно сжать от груди. Нужно становиться на беговую дорожку и бегать». Скажите, «Активируется движением». Волшебной палочки не существует. Никто не решит ваши проблемы за вас. Библия говорит, что мы имеем силу, которая воскресила Иисуса из мёртвых. Эта сила живёт в вас. И в 2019 году у вас будут ситуации, которые будут против вас. И может, это не будет совершенный год. Но если вы подключены к источнику силы, вы снова встанете, и вас ничто не остановит. Я хочу показать вам пять сфер, в которых вы можете развиваться в этом году, чтобы это повлияло на всю вашу жизнь. Никто, кроме вас, не может принять это решение. Выбор только за вами. Вы не обязаны. Но если вы сделаете этот выбор, это изменит ваш год. Это может сделать ваш год плодотворным, успешным, продуктивным и счастливым. Итак, первая из пяти сфер, которую нужно развивать. Я буду развивать своё внутреннее здоровье. Что я имею в виду? Болезнь Ниемана начиналась внутри. Каждая зависимость начинается внутри. Зависимость от порнографии, от наркотиков, от алкоголя начинается с того, что мы забываем, кто мы. В нашей душе образуется пустота. Мой отец оставил нас, когда я был маленький, или я пережил трагедию, и это меня опустошило. Теперь мне нужно наполнять себя чем-то, поэтому я употребляю наркотики или алкоголь. Всякая зависимость начинается в мыслях. Каждый психолог скажет вам, что для того, чтобы изменить своё внешнее, нужно что-то поменять внутри. Если хочешь изменить свою жизнь, измени своё мышление. Об этом говорит не только психология, но и Писание. Это не психология, а теология. Римлянам, глава 12, стих 2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь», то есть измените свою жизнь. 23 глава притч. «Каковы мысли в душе человека? Таков и он». Один из переводов гласит, «Будьте осторожны с тем, как вы мыслите, потому что ваше мышление формирует вашу жизнь». Поэтому Бог не только говорит об убийстве и геноциде, сколько огнели и горечи в сердце. Злой корень да не растёт в вашем сердце, потому что убийство и геноцид начинаются с гневной мысли, с ненависти. То, о чём вы думаете, рано или поздно превратится в действие. Поэтому так важно быть осторожными с тем, о чём мы думаем. Внутри нас идёт битва. Кто из вас ощущает эту битву? Вы хотите сделать то, что правильно, но плоть искушает вас, и вы склонны делать зло. Возможно, вы взяли пост Даниила, отказались от некоторой пищи. И вот вы едете за рулём. И ваши мысли устремились в кондитерскую, к пончикам. Вы вспоминаете все вкусы. И когда дошли до любимого, загорелся красный свет. ваш разум говорит вам, не делай этого, у вас внутри борьба. Хорошая сторона меня, которая хочет, чтобы в этом году я был дисциплинированный, говорит, Пол, не делай этого, ты справишься, ты победишь. Оплоть говорит, да ладно тебе, неужели ты не заслужил немножко удовольствия? Не отказывай себе. У тебя есть сила сказать «нет». В этом году способность сказать «нет» даже важнее, чем твое «да». Скажи «нет», потому что вредить твоему будущему это плохо. Контролируй свой разум. Нужно питать разум Словом Божьим. Если в этом году я хочу стать духовно сильнее, я должен питать свой разум правильными мыслями, проводить время в Слове Божьем. Я должен освободить свой разум от токсичного поведения и приказать разуму мыслить правильно, чтобы он прекратил слушать дьявола. Второе. Я буду развивать божественные дисциплины. Елисей сказал Нейману «тебе нужно окунуться семь раз». Это не случится в один миг. Одного или двух раз может оказаться недостаточно. Но я ходил в спортзал целых два раза, а мышцы почему-то так и не появляются. Я постился целых два дня, а прорыва все нет. Я уже две недели подряд хожу в церковь. но еще не пережил духовной трансформации. Послушай, просто продолжай это делать. Дисциплина это прогресс. Она требует постоянства и намеренных повторяющихся действий. Я буду приходить в церковь каждую неделю. Я буду читать Библию. Вы должны читать Библию. У нас в церкви есть план чтения Библии за год. Вы найдете его в нашем приложении. Не хотите читать сами? Есть опция прослушать. Читайте Библию в бумажном варианте или в телефоне. Это может изменить вашу жизнь. Вы будете наполняться Словом Божьим, псалами, притчами, Евангелем, посланиями, книгами Ветхого Завета. Принципы, которые вы увидите в Библии, могут изменить вашу жизнь. И также каждый из нас в этом году должен развивать в себе дисциплину молитвы. В этом году я буду развивать свою молитвенную жизнь. Никто не сделает это вместо вас. Молитесь духом, молитесь умом, молитесь даже когда кажется, что молиться не о чем. Развивайте желание молиться перед работой, хотя бы несколько минут. Я буду молиться за свое будущее, буду молиться о членах моей семьи, я буду молиться о нашей церкви, о нашем президенте, о нашей стране. Я буду молиться о том, чтобы принимать в этом году правильные решения. Молитва может изменить вашу жизнь. Третье, я буду развивать божественное экспериментирование. Мне особенно нравится этот пункт. Он звучит немного странно. Причем тут эксперименты, спросите вы. Мир привнес в понятие эксперимент негативный окрас. Мы говорим «Все хватит с меня этих экспериментов». Вера не терпит экспериментов. Как будто эксперимент это обязательно что-то незаконное, что-то, что противоречит нормам морали. Но что если мы применим термин эксперимент к божественным целям? Если вы никогда в своей жизни не постились, потому что в этом году вам не провести эксперимент и не пойти в пост? Если вы не ездили в миссию, почему бы не поехать в этом году? Это эксперимент. Я боюсь выходить из зоны комфорта. А что если этот эксперимент покажет не лучшие результаты? Почему бы не попробовать? Библия полна историй о людях, которые рисковали исполняя волю Божью. Они шли на эксперимент. Мне нравятся истории из первых царств, глава 14 стих 6. Иоаннафон сказал слуге оруженосцу, если мы останемся здесь, то умрем в окружении врагов. Но может, Бог вмешается, если мы взберемся на гору, изучим ситуацию и атакуем врага. Кто знает, может, Бог вмешается, если мы рискнем. Скажите все, если мы рискнем. И четвертое, я буду развивать божественный фокус, развивать божественный фокус. В Библии многие люди жили, не ставя никаких границ. Они жили легкомысленно и совершали много ошибок. Но были те, кто устраивал границы. Они говорили нет некоторым вещам, чтобы сказать да тому, что было лучше для их жизни. Притчи, глава 4, стих 27, не уклоняясь ни направо, ни налево. То есть четко держи свой фокус. В Библии мы читаем о Неемии. Его задача была помочь Израилю восстановить стены. В ходе восстановительных работ в 6 главе народ пришел к нему и говорит, оставьте это дело. Тебе что, нечем заняться? Сойди вниз. На что Неемия ответил им в 3 стихе. Я занят большим делом. Я не могу сойти. В этом году я занят большим делом. Я не отступлю. Пол, приходи к нам, чтобы проиграть на ударных, как там мне сказали. Но играть на ударных не мое призвание. Я просто зря потрачу свое время, свою энергию, талант и фокус. В этом году я призван быть хорошим отцом, хорошим пастором. Я призван быть сильным мужем Божьим. Я призван развивать дары, которые вложил в меня Бог. Если вы будете говорить «да» любой возможности, всякому делу, то придется сказать «нет» кому-то, кто в вас действительно нуждается. Если вы будете говорить «да» сверхурочной работе, вам придется сказать «нет» жене и детям, которые хотят провести время с вами. Кто-то пострадает. Я предпочту быть успешным в личном. И неудачником на публике. Чем быть успешным на публике, а в личном потерять крах? Нет. Нет. Я принял решение посвящать время семье. И в этом году я увижу плоды в этой сфере. Но, Пол, ты нам реально нужен. Забудь о своей семье. Ложись на алтарь и служи всем остальным, только не своим детям. Никто не воспитает их и не сделает их так, как сделает их отец. Поэтому, говоря нет, я не пытаюсь быть грубым. Я выбираю свой фокус в этом году. Ты должен прекратить ходить в церковь эти полгода, потому что ты нужен нам футбольной команде. К Рождеству, думаю, вернешься. Нет, я занят большим делом. Я могу играть в футбол вечером в понедельник, но в воскресенье я должен быть в церкви. Пятая сфера. Я буду развивать божественную силу. Бог дает нам власть и силу как дар, но мы должны их развивать. Бог дал нам силу. Библия говорит, что мы приготовлены ко всякому доброму делу. Мы получили силу от Духа Святого, чтобы делать то, к чему вам нужно сдвинуть камень. Начните делать, и Дух Святой подует ветром на ваши усилия. Библия говорит, что не делайте, делайте как для Господа. Колоссянам глава 3, стих 23, если только вы с постоянством будете прилагать усилия в сферах, в котором хотите видеть победу. Один парень был зависим от курения с 15 лет. К 25 годам он выкуривал по 3 пачки в день. И до 40 лет, то есть в течение 15 лет, он курил по 3 пачки сигарет в день без выходных. И однажды он услышал проповедь подобную этой. Он молился, и его семья молилась, Господь, освободи его от зависимости от курения. Он молился, о Бог, реши эту проблему, избавь меня от зависимости, прими решение, чтобы я прекратил курить. И наконец до него дошло, что у него есть сила выбрать здоровые привычки в этом году. Потом доставая пачку сигарет, он выбрасывал по 3 сигареты в день. Через месяц он уже выкидывал по 6 сигарет из пачки. Он пришел к тому, что начал покупать не 3, а 2 пачки в день. И сегодня он освобожден от курения. Он не курит уже 8 лет, и это прогресс. Он развивал в себе божественную силу. Ты начинаешь двигать камень, и Дух Святой дает толчок. Он помогает тебе в принятии решения, применяя это в любой сфере. И когда Нейман стал окунаться в реку, он начал подключаться к силе Божьей. Он окунулся 3 раза 4, и Божий импульс нарастал, потому что источник дал нам силу внутри нас. Сила она нарастала. И на седьмой раз сила Духа Святого была введена в действие. Пришло исцеление. Библия говорит, что мы имеем силу, которая воскресила Иисуса из мертвых. Эта сила живет вас. Итак, в 2019 году будут ситуации, которые будут против вас. И может, это не будет совершенный год, но если вы подключены к источнику силы, вы снова станете, и вас ничто не остановит, ничто не разобьет вас, не изменит отношение вашего сердца. У вас четкий настрой. В этом году я буду продолжать подниматься. Буду регулярно выходить в церковь. Я выбираю в этом году взять ответственность за себя. В этом году я выйду за рамки своих способностей. Я буду развивать дары, которые Бог вложил в меня. Семь раз упадет праведник, но поднимется. В этом году благослови вас, Господи, у вас обязательно все получится. Я надеюсь, что это послание вдохновило вас и напомнило, что Бог еще не закончил свою работу в вас, и у вас есть сила подняться и сделать то, к чему Он призвал вас, и быть тем, кем Он сотворил вас. Однако волшебной палочки не существует. Бог не станет все делать за вас, если вы даже пальцем не пошевельнете. Богу нужно, чтобы вашу веру сопровождало действие. Вы скажете, «Ну, Пол, я думаю, что благодать сделает так, что все в моей жизни получится само собой». Благодать — это сила, а не лицензия на лень. Благодать дает нам силу дисциплинировать себя, прилагать усилия. Вы молитесь за исцеление? Начните есть здоровую пищу. Молитесь за восстановление брака? Начните лучше относиться к супругам. Молитесь о том, чтобы отношения с детьми стали лучше. Проведите с ними время. За вашей молитвой должны стоять действия. Не думайте, что Бог сделает все сам. Начните выполнять вашу часть. Это нелегко, я знаю. Истина, сказанная в любви, поможет вам принять правильные решения. Примите решение перестать взваливать все на Бога или на семью, чтобы ходить в победе над зависимостью. Примите решение приступить к действиям, стоящим за вашей молитвой. Молитесь сейчас вместе со мной, где бы вы ни были. Может быть, вы в больнице или дома, в гостях у родных или в доме у своего парня или девушки. Просто произнесите со мной эту молитву. Скажите Иисус, я сдаюсь, я хочу, чтобы в моей жизни исполнилась твоя воля, Господь. Я устал искать отговорки. Я знаю, чего ты ожидаешь от меня. И в этом году я сделаю это. В этом году я буду послушен твоему слову. Бог, я верю, что ты прославишься в моей жизни. Во имя Иисуса Аминь. Если вы помолились этой молитвой, знайте, что Бог любит вас, Он за вас. Мы, церковь в Талси, хотим послужить вам. Если будете в Талси, приходите к нам. Я буду рад пожать вам руку. Мы с женой будем рады видеть вас в церкви Победа. Все транслируются на нашем сайте в прямом эфире. Мы вас любим и ценим. Мы благодарим всех наших партнеров. Помните, ваши лучшие дни впереди.